МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Управ автодор ввело в эксплуатацию 14-километровый участок трассы М5 Урал на подъезде к Ульяновску. Открывать новые участки трассы накануне Дня Дорожного Хозяйства каждое третье воскресенье октября уже стало доброй традицией. Этот участок особо значимый, потому что на нем были проведены очень колоссальные работы, почти 14 километров. На всем протяжении был заменен не только верхний слой асфальт-бетона, но и сама дорожная одежда под новые нагрузки. Теперь мы понимаем и уверены, что сегодня большегрузный транспорт будет комфортно передвигаться, автомобильная дорога будет служить долго и качественно. В целом в этом году на ремонт федеральных трасс направили около 5 миллиардов рублей. Остановки красивые и в едином стиле. Качественная разметка, существенное расширение трасс, освещение. Все это снижает аварийность и нравится водителям. По долгу работы очень часто приходится ездить в город Сызрань. Ну, раньше, конечно, качество дороги оставляло желать лучшего. Ямки не такая широкая. Сейчас просто шикарно. Привлечение значительных денежных средств на ремонт позволяет не только решать сейминутные дорожные проблемы. Благодаря ремонту решаются и глобальные вопросы, на первый взгляд, не связанные с дорогой. К примеру, чтобы проехать к радиологическому центру, в Дмитровграде построили новую дорогу. Она не только обеспечивает подъезды к центру, но и существенно облегчает жизнь автомобилистам, давая возможность строить новые транспортные развязки и объездные пути. Ходим на направление Курлан и здесь вот этот вот существующий участок. У нас грозовый транспорт, он идет уже по части объездной дороги. Поэтому он не на Самару, то есть не на автострайтере, а на Кавкар. Разгрузить дороги Дмитровграда, отремонтировать их так, чтобы обеспечить комфортный проезд транзитного транспорта. Комплексные задачи, комплексное решение. Объем финансирования, который выделяется из регионального бюджета на город Дмитровград, на ремонтную программу составляет порядка 80 миллионов рублей. Поэтому мы предлагаем сохранить этот объем, не уменьшать его финансирование и направить данные средства в ближайшие два года на, по большому счету, реконструкцию вот этого транзитного участка автомобильной дороги. С тротуарами, с уличным освещением. Совершенно верно. Значит, мы используем и ремонтируем действующий тротуар там, где они есть. Там, где нет тротуаров, это строительство новых тротуаров. Полностью замена освещения на современные светодиодные. Не отстают от дорог области и городские магистрали. В Ульяновске дорожных ям остается все меньше, однако хромает водоотведение. Это наследие прошлых лет, когда ливневки не чистились, а иногда и просто закатывались в асфальт. Проблема серьезная, решать ее трудно, но однажды все же придется. Городские дороги приводят в порядок. Сейчас находимся на проспекте Гая. Этот участок ремонтировал подрядчик компания «Воддорстрой». Этот участок у нас двухлетний. В этом году сделали участок от моторного завода до Варейкиса. В следующем году от Варейкиса до железнодорожного переезда «Волжанка» и в сторону пивзавода. На этом участке сделали расширение вдоль Виновской рощи. Теперь там у нас три полосы и полноценный тротуар. Оборудовали здесь освещение 10 пешеходных переходов, 13 пандусов сделали. Сделали ремонт тротуарной части вдоль этой дороги. Площадь здесь получается 45 тысяч квадратных метров. Чтобы привести все дороги региона в порядок и правильно обслуживать нужные миллиарды. И они, по словам губернатора, у региона есть, благодаря привлечению федеральных средств. В целом довольны все. Автомобилисты, новыми обновленными трассами, дорожники работы и зарплаты, региональное правительство, темпами развития региона. Поэтому День работников дорожного хозяйства праздновали с искренней радостью. Хочу еще раз просто пожелать вам обыкновенного человеческого счастья, здоровья, хороших зарплат, хорошего благосостояния вам, вашим коллективам, вашим семьям и всей нашей замечательной в Ульяновской области и нашей великой стране, России. Спасибо. Ремонт продолжится и в следующем году. По информации Минтранса, общий объем регионального дорожного фонда на 2019 год составит около 5 миллиардов рублей. Павел Половов, Юрий Ломатов, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова